Ты его можешь потерять или просто он тебе разонравится. Никто никогда не считался с моим мнением. Никто никогда не считался с моим мнением. Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня мы опять же кушаем мое самое-самое любимое блюдо. Я не знаю даже, как оно правильно называется. В детстве мама на быструю руку нам готовила его. Это значит вермишель. Да, это вермишель. Которую сначала сварили, потом пожарили. Добавили сюда плавленый сыр. И еще добавили яйца. Это нереально вкусно просто. Обожаю такое сочетание. Если вы любите сыр, то это однозначно вам понравится. Сегодня суббота. На улице достаточно тоскливая такая погода. Ни солнышка нету. Вроде и дождя тоже нету. Ну и сейчас буквально через полчаса нужно выходить к стоматологу. Каждый день я иду к нему в три. Такая, знаете, неприятная процедура. Влечение десен. То есть он мне колит с витаминки в деснам. И это не очень приятно. А вот и мой стоматолог. Я вам говорила, да, что я носила брекеты. И после брекетов у меня столько проблем с деснами. Начиная просто от эстетических каких-то проблем. И заканчивая какими-то глобальными проблемами. Носила я брекеты очень-очень долго. Представляете, три с половиной года. С первого курса начала. Очень жирненько получается, но очень вкусно. И здесь у нас яйца. Люблю желтки. И давайте сегодня уже будем отвечать на интересные вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Как всегда захожу. Обязательно, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите, чтобы в следующем видео ваш вопрос прозвучал. Также здесь у меня обычная вода. Как ты думаешь, лучше купить квартиру или машину? Все зависит от того, в каком ты положении. То есть в каком положении у тебя родители и так далее. То есть если родители могут тебя обеспечить жильем, то зачем покупать квартиру? Можно купить машину. Вы знаете, я смотрю Дом-2. Девчонки, которые сейчас уже ушли с проекта, смотрю на их жизнь и наблюдаю. Смотрю, что покупают очень дорогие автомобили. По три, по четыре миллиона. И у них нету даже жилья. То есть они снимают, но при этом покупают такой дорогой автомобиль. Это, конечно, их дело. Я не такой человек. Я не буду кому-то писать, что-то навязывать, свое мнение и так далее. Но я бы как поступила в таком случае? Да, если у меня есть деньги, я бы в первую очередь купила бы себе жилье, если бы я снимала. Жилье намного важнее. Я такой человек, который не любит тратить деньги на понты. Я видела своих знакомых, которые лет пять назад гоняли на крутых тачках и не думали о своем будущем. Сейчас дела идут не так уж хорошо. Машину пришлось продать. А как правило, покупаем мы дорого, продаем дешево. А так всегда вот. Поэтому, когда вы мне задаете вопрос, почему ты себе не купишь последний iPhone, почему ты пользуешься Samsung, ты же ведь блогер и так далее. Ребят, во-первых, это мой выбор. Может, мне нравится Samsung. Вот, например, для своего дела мне не жалко. Я купила Canon дорогое, хорошее. Вы меня хорошо видите. Там у меня микрофон. То есть, для работы я покупаю технику. А на какие-то чисто понты показать себя кому-то зачем? Мне это абсолютно не нужно. Я очень люблю, когда дома комфортно. То есть, классный интерьер, хороший ремонт. Я когда работала в сети магазинов Contact Home помощником директора, я видела, сколько людей покупают телефоны, айфоны в кредит. Просто на последние деньги. Даже первоначальный взнос дать денег у человека нет. Но он согласен платить проценты. А чаще это она. Почему-то девочки постоянно у нас покупали последние айфоны. Кредит, не знаю, на 2 года. Оформлять телефон на 2 года. Да за 2 года ты его можешь потерять. Или просто он тебе разонравится. Если нету возможности, зачем это нужно? Просто чисто помонтоваться. Вот и все. Как же это вкусно. Нереально жирно, но очень вкусно. В этом смысле я очень такой, знаете, дальновидный человек, так скажем. Даже в детстве, когда мне давали деньги на завтраке, я не шла в столовую, просто откладывала эти деньги. И всегда так. А зачем я откладывала? А вдруг понадобится? А вдруг что-то произойдет? Поэтому у меня всегда были деньги. Копила потом, что-то покупала ценное, оставляла в сторону и так далее. Я не говорю, что это правильно, вы тоже делаете так. Это выбор каждого. Но я по натуре такой человек. Я ничего с этим поделать не могу. Следующий интересный вопрос. Ты душа компании? Нет. Абсолютно нет. Вот многие думают, что вот блогер, она, наверное, лидер, она такая-сякая. На самом деле вообще нет. Даже в классе никто никогда не считался с моим мнением. И вообще я не дружила с одноклассниками. Не потому, что я не хотела с ними дружить, а как-то они особо со мной не общались. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что я часто меняла школы. И как-то, знаете, самая крепкая дружба, на мой взгляд, она как раз-таки и бывает, когда дружите прям с самого детства. Я приходила в класс. У всех уже были свои друзья. Кто-то общался с кем-то. То есть уже как-то все поделилось. Я поменяла 4 класса, представляете? За всю свою жизнь и 3 школы. В первом классе, когда меня отдали в школу, по моим математическим знаниям, то есть у меня всегда математика была хорошо. То есть посчитать что-то. Это всегда было по моей части. Меня взяли в очень сильный класс. Затем появилась такая проблема, что я очень плохо говорила на русском языке. И я начала отставать от всех. Потом меня перевели в другой класс. И вот там тоже я как-то не подружилась ни с кем. Как-то тяжеловато мне было в школьные времена, потому что я была необщительной. Вот проблема заключалась в этом. Дело не в том, что у меня одноклассники какие-то плохие были или что-то такое. Нет. Я находила одну девочку, с которой мы общались. И все, мне больше для счастья ничего не нужно было. Самое главное, чтобы она общалась только со мной. Как-то я быстро все это съела, но было нереально просто вкусно. Думаешь ли ты перекраситься? Всю жизнь, вообще всегда. Я мечтала стать блондинкой. Мне казалось, это безумно красиво. Я уговаривала маму. Мама мне запрещала. Она говорила, да зачем? Ты еще маленькая, испортишь волосы и так далее. Потом, когда мне было лет, наверное, 15, мама согласилась со мной. И я на самом деле перекрасилась. Светлый цвет. Знаете, такой цыпленочек получился. То есть, это не был какой-то холодный оттенок. Выглядело просто ужасно. И я поняла, что это мне совершенно не подходит. Мне подходит мой натуральный цвет. И после этого я не крашу волосы. Меня все устраивает. Итак, следующий вопрос. Видео получилось очень короткое. И вы всегда жалуете, что я отвечаю на очень мало вопросов. Поэтому сегодня слушайте. Я просто хочу ходить в спортзал. Особо, знаете, каким-то видом спорта не хочу заниматься. Можно на танце. Следующий вопрос. Насколько ты доверяешь Фати? На все 100%. Вообще, у меня есть три подруги. Я вам говорила. И всем трем я очень доверяю. Я считаю, что они мне как сестры. Вопросов очень много. Я за скринью оставлю. И в следующем видео буду отвечать обязательно. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Я вам желаю удачного дня. Приятного аппетита. А с вами была Эмили. Всем пока.